То нет опыта, то возраст неподходящий. 9 тысяч человек регулярно пишут резюме, читают объявления с вакансиями, стоят на бирже труда, однако все их старания не дают результата. Какие специальности самые востребованные, как не прогадать будущей профессии, выяснял наш корреспондент Яна Легун. Сергей Климов экономист. Стаж работы у него более 10 лет, но по своей профессии он не проработал и дня. Вместо этого трудился на железной дороге монтёром путей, инженером по габаритам, был даже курьером. Полтора года назад ушёл с последнего места работы, но подходящую вакансию до сих пор так и не нашёл. Сложности, во-первых, во многие организации, такие как Сбербанк, уже по возрасту не подхожу, потому что они набирают, чтобы было лучше 23-24, всё после 30 трудно. Большинство, конечно, проблема, что нужен опыт. Торговым представителям пойди, ну хоть кем пойди, то есть нужен опыт. В течение нескольких лет в Забайкальском крае одинаковая тенденция. 50% от всех безработных – это молодые люди. Главное требование вчерашним выпускникам – опыт работы. Бывают и обратные ситуации, когда стаж есть, но возраст нанимателей не устраивает. Получается палка в двух концах. Нелегко приходится не только представителям экзотических профессий, таких как востоковед, антрополог, кирилеговед, но и юристам и экономистам. Сейчас всего более говорят о том, что у нас не востребованы специальности на территории Забайкальского края, такие как экономист, юрист, бухгалтер и так далее. На самом деле, конечно, эти вакансии имеются, востребованы, но очень высокий уровень притязания работодателей к уровню образования этих граждан. При этом на расхват в Забайкальском крае хорошо оплачивается труд представителей строительных и рабочих профессий, таких как инженер, архитектор дороги, каменщик, проектировщик, машинист, бульдозера. Зарплата последнего колеблется от 40 до 100 тысяч рублей. Но несмотря на солидный заработок, учиться на такие специальности желающих почти нет. Тем, кто еще размышляет над выбором профессии, специалисты советуют сначала узнать, насколько она актуальна на рынке труда. Если же очень нравится что-нибудь экзотическое, то предпочтение лучше отдавать той профессии, обучаясь на которой можно получить разносторонние знания.